Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Валерия Шарова, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Вера Баширова покинула пост вице-губернатора области. В мае спуск к Уралу снова закроют на реконструкцию. Депутат ЗАГСОБа назвал сырым проект по поддержке бизнеса в Оренбуржье. Об этих и других новостях более подробно далее в выпуске. Вера Баширова уволена из правительства Оренбургской области. Соответствующий указ в Рио губернатора Денис Паслер подписал 24 апреля. Исполняющим обязанности вице-губернатора по внутренней политике назначен Олег Димов. Чиновница занимала должность вице-губернатора региона и замопредседателя правительства области с 2015 года, сменив на посту Олега Димова. С 25 апреля обязанности снова перейдут к нему. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. С 2016 года он работал заместителем председателя областного парламента и возглавлял региональные отделения Единой России. В Оренбурге за 2018 год закрылось почти 4,5 тысяч предприятий. Такие цифры озвучили в правительстве Оренбургской области при обсуждении национального проекта по поддержке бизнеса. Подробнее Алексей Чернов. Заседание в Доме Советов началось по обычному распорядку. Приветственное слово от временно исполняющего обязанности губернатора дали доклад от Минэкономразвития о том, как в регионе будут помогать бизнесу до 2024 года в рамках национального проекта. Наталья Безбородова рассказала о создании единого многофункционального центра для предпринимателей, где в режиме одного окна можно сделать все документы от регистрации юридического лица до постановки на кадастровый учет, о снижении ставок по кредитам, взятых на создание бизнеса и многом другом. После 20-минутной речи слово взял депутат ЗАГСОБ Александр Кунеловский. Программа, которая предложена сегодня к рассмотрению как региональная часть национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, мягко говоря, сырая. Но первое, на что хотелось обратить внимание, сегодня нет четкого и честного анализа, сколько же предприятий вообще у нас существует на нашей территории. Налоговая дает 34,85 юридических лиц на учете всего. Наше министерство дает, что у нас малого и среднего предпринимательства 21,200. Статистика за 2018 год дает 25,154 активных предприятия. Так где же реальная картина? В своем выступлении депутат приводит цифру закрывшихся в 2018 году предприятий в области. Почти 4,5 тысячи. Из них более трех тысяч. Это бизнес, который работал более пяти лет. Александр Кунеловский подчеркивает, что сейчас бизнес власть обложила тотальным контролем. Сегодня можно констатировать, что молодежь не идет в бизнес. Нет положительного имиджа предпринимателя. Нет вообще нормального отношения государства к предпринимателю, даже к человеку. Почему же мы тогда за малым и средним бизнесом организовали такой тотальный контроль, что сегодня в принципе работать предпринимателю, по сути, бессмысленно. И молодежь поэтому и не идет. Такая ситуация, по мнению депутата, сказывается и на желании молодежи жить и вести свое дело в родном регионе. Люди, которые получили лучшее образование в Оренбургской области, все имеют высшее образование, включая федеральные центры образовательные. И все уехали или за границу, или в другие регионы. Да, баланс у нас не такой страшный по области, когда к нам прибывает достаточное количество населения. Но, подчеркиваю, мы теряем лучших, принимая далеко не лучших. Мы не принимаем элиту с вами, мы принимаем людей, которые надо еще адаптировать, учить и, соответственно, принимать в оборот. Итогом выступления стало предложение отправить документ по реализации нацпроекта на доработку и провести еще одно обсуждение с представителями бизнес-сообщества. Когда мы принимаем правительственный документ, но при этом бизнесмены и депутаты говорят о том, что мы его не очень знаем и не очень понимаем, чего же туда говорить про бизнес? Если люди, кто непосредственно имеют отношение к нам, в данном случае законодательная власть, да, и кто представляет, в общем-то, интересы бизнеса, говорит о том, что давайте его еще раз посмотрим, доработаем, нам он непонятен, я представляю, как на этот документ смотрит вообще народ, кто непосредственно должен пользоваться этим инструментом. Также Александр Кунеловский предложил, а Денис Паслер поддержал восстановить Совет предпринимателей при губернаторе, что, по их мнению, послужит дополнительной площадкой взаимодействия бизнеса и власти. Алексей Чернов, Максим Марарик, Городской телеканал ЮТВ. В мае спуск к Уралу снова закроют на реконструкцию, об этом сообщает Орин Дэй. Предварительные работы затянутся на один месяц. Реконструкцией будет заниматься компания «Скип» в рамках гарантийных обязательств. Должны устранить трещины, сколы, поврежденные декоративные элементы. Отмечу, что этот этап реконструкции изначально не планировался, ведь итоговые работы генподрядчик презентовал еще в августе, ко дню города. Однако архитектурный объект не только не радовал глаз, но и вызвал опасения у горожан по поводу качества. После зимы опасения оправдались, и провал партийного проекта «Единая Россия» признали и чиновники, в том числе и глава города на пресс-конференции в конце марта. Хотя еще в октябре в интервью нашему телеканалу представители мэрии не высказывали опасения и недовольства по поводу качества ремонта спуска. Мы с вами знаем, видим отклики жителей, то, что вот трещины, вот эти сетка, паутинка, кто как ее называет, она есть, с чем она связана. Подрядчик уверен, что все сделано по технологии. Позиция у нас у департамента такая, что объект воссоздан. Всегда у любого объекта можно найти какие-то недочеты и подискутировать на эту тему. Рано говорить, давайте дождемся еще какого-то времени. Не допускаются трещины только в атомных электростанциях, в бетоне. Все остальное, вопрос того, как это будет эксплуатироваться. Отмечу, что руководителем компании «Скип» является депутат горсовета Владимир Курников. Месяц назад в интервью телеканалу ГТРК «Оренбург» он высказывался о качестве работы и сообщал, что они сделаны неплохо. На проект потратили около 60 миллионов рублей. Оренбуржцы недовольны инициативой мэрии перенести бессмертный полк с проспекта Победы. Люди пишут посты в социальных сетях с призывом оставить все, как было. Напомним, в этом году акция пройдет на проспекте Парковом, откуда люди выйдут на Советскую. Колонна остановится возле драмтеатра, где и пройдет праздничный концерт. Также изменится и время с вечернего на утреннее. Задумка администрации пришлась по душе далеко не всем. Например, журналистка Наталья Русинова вспоминает, что когда акция еще только зарождалась и проходила на Парковом, то там с трудом размещалось 150 человек, а как вместить почти 40 тысяч ей непонятно. Депутат от КПРФ в горсовете Денис Батурин также считает, что небезопасно такое количество человек аккумулировать в районе площади Ленина. Мы решили узнать у оренбуржцев на улице их отношения по поводу переноса бессмертного полка. Ответы смотрите в рубрике «Твое мнение». Ну, лучше бы, конечно, где было, где монументы есть, где все, там, где была, по победе она шла. Это вся акция. Поэтому, наверное, лучше, где и было, все знают уже. Ну, не знаю, мне кажется, на победе лучше. Там вечный огонь, и всегда на победе было. Ну, если удобно, то почему бы и нет? Совершенно прочее. Считаю, это неправильно, что перенесли парад на советскую к Ленину. Считаю, это неправильно, что переносит полк бессмертный, потому что именно проспект Победы был создан для того, чтобы люди помнили, чтили и также дополнительно могли подойти к вечному огню. Самое главное, чтобы людям было удобно, а остальное – ерунда. Много скорби на проспекте Победы. Там оно как-то будет посолиднее на парковом. Не знаю. Ну, решили, решили. Какая разница мне? Главное, чтобы состоялось. Важно не где идти, а как идти. Очень печально, потому что по проспекту Победы больше людей может пройти, нежели чем по проспекту Парковой. Тем более, очень много непонятных митингов, шествий ходят по проспекту Парковой. А бессмертный полк, он был единственной акцией, которая проходила так массово на такой более оживленной улице. Жители новостроек на улице Донковцева просят Дениса Паслера построить школу в их микрорайоне. Жители считают, что ближайшие школы переполнены. Петицию подписало уже более 400 человек. Жилой комплекс на Донковцево расположен за СКК Оренбуржье и в будущем рассчитан на 20 домов. Сегодня завершилось строительство восьми, а это почти две с половиной тысяч новых квартир. Жители микрорайона считают, что уже на этой стадии застройки есть потребность в дополнительных местах в школах. Мы приобрели квартиру в этом микрорайоне и когда с мужем стали выяснять, какие ближайшие школы, оказалось, что третья школа находится далековато от нашего дома, в двух километрах ходьбы. Естественно, ребенок, первоклассник, это очень сложно добираться. То, что касается 76-й школы, по нашей информации, там дети учатся в две смены и школа очень перегружена. Соответственно, к тому моменту, когда мой ребенок пойдет в первый класс, хотелось бы, чтобы школа в микрорайоне была уже новая. В городском управлении образования о проблеме известно. Прокомментировать ситуацию оперативно нам не могли из-за отпуска начальника. Однако нашим корреспондентам все-таки удалось пообщаться с Ниной Гордеевой по телефону. Она сообщила, что 76-я школа действительно на данный момент наполнена больше проектной мощности и дети учатся в две смены. А вот в третьей школе места еще есть. Инициативу жители приняли хорошо, особенно, видимо, наверное, не было вот какого-то толчка или инициатора на самом деле. Потому что, когда петицию создали, стали активно подписывать. В первый же день около 200 человек подписали. Люди активно в комментариях пишут, у кого двое детей, у кому действительно неудобно добираться. После того, как информация о петиции распространилась в соцсетях, Министерство образования прокомментировало ситуацию. Цитата. Школа в данном микрорайоне включена в базовый перечень строительства в период 2020-2025 годов. В какой промежуток времени конкретно, не уточняется. Зато дома застраиваются в считанные месяцы. Тем не менее, для жителей есть и приятная новость. В этом году в планах управления закончить стройку детского сада в этом микрорайоне. Учреждение будет построено по проектному плану нового сада на улице Диагностики, который рассчитан на 300 мест. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, Городской телеканал ЮТВ. Оренбургские казаки сбунтовались против атамана казачьего общества Сергея Слепова. Они считают, что эту должность должен занимать более достойный человек. А Слепову следует идти в отставку вслед за губернатором, который его и назначил. Почему недовольны атаманом и как он сам комментирует эту ситуацию, расскажем далее. В сети появилась информация, что казаки недовольны лидерством атамана Слепова. С их слов, ставленник не только не защищает их интересы, но и имеет посредственное отношение к самому казачеству. Так как является бывшим военнослужащим. Для того, чтобы направить проверку на нынешнего атамана, казаки писали письмо президенту. Но вести до Путина так и не дошли. Однако после поступления обращения в аппарате губернаторы вынесли приказ на проверку атамана. Сегодня в отношении Слепова проводится проверка полиции и прокуратуры. Есть казаки, которые носят звание генералов, я не буду называть фамилии, то я считаю, надо проверить, есть ли у них личный состав, у этих казаков, генералов так называемых. И в основном эти письма как раз они пишут. Когда избирали атамана Слепова, там был губернатор Берг и так далее, были казаки со всей области, голосовали единогласно. В принципе, я считаю, он справляет своими обязанностями. Но единственный недостаток Слепова, на мой взгляд, сегодня, что он не очень близко контактирует с другими общественными организациями. Преследуют свои корыстные цели, вот опорочить меня в глазах нового губернатора, в глазах общественности, в глазах казаков. Они хотят нести раздор между казачеством и правительством, отделяя казачество от всего многонационального народа России. Недовольство авторов публикации вызывает и тот факт, что в региональном правительстве их интересы представляет человек ранее судимый за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека. И имеет кредитную задолженность в размере 850 тысяч рублей. На что атаман в телефонном разговоре отметил, что это вовсе не его кредит, а кооператив. Изначально в банке взяли сумму 7 миллионов рублей на покупку сельскохозяйственной техники. Примечательно и то, что в статье приводятся цитаты председателя общественного совета по делам казачества области Виктора Польниченко. Товарищ Польниченко Виктор Михайлович, он 46-го года рождения, он перенес тяжелый инсульт. Он даже, может быть, и не знает об этой публикации. То есть они под его фамилией пишут сами эти публикации. Сергея Слепова выбрали атаманом в 2016 году. Сегодня в его подчинении 62 казачьих общества, в которых служат 7 тысяч человек. 3,5 тысячи из которых взяли обязательства несения государственной службы. Валерия Шарова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. В предстоящую субботу в Оренбурге состоится первый забег в рамках движения «Парк Ран». Местом проведения выбрали парк имени Гуськова. «Парк Ран» в переводе на русский означает «беготня по парку». Традицию поддерживают во многих городах России и в других странах. Зародилось движение 15 лет назад в Англии. А в эту субботу к нему присоединятся Оренбург и Орск. Появится сообщество бегунов, потому что такого вот любительского сформировавшегося у нас нет. И это такой прям шанс собираться людям, делиться опытом, проводить как-то совместно время. Как сообщил организатор, все готово к проведению марафона. Получено согласование от администрации города. И можно надеяться на то, что массовые пробежки будут доступны оренбургцам каждую субботу. Что нужно для того, чтобы стать участником «Парк Ран»? Достаточно зайти на сайт parkrun.ru, зарегистрироваться. На почту придет штрих-код. Достаточно распечатать на обычном А4 и можно взять с собой. Можно заказать пластиковую карточку с этим штрих-кодом, который придет по почте, и с собой ее носить. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или через мобильное приложение UFANET TV. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Валерия Шарова. Всего вам доброго. Оставайтесь на UTV. Субтитры создавал DimaTorzok